Мы должны одеться, загримироваться по тому, что мы еще должны сделать. Принимаете? Галина Польских. Воплощение женственности, доброты и нежности на киноэкране. Я помню вот интонацию, которую она несет. И она у нее своя. И эта интонация, она всегда, всегда присутствует. Ну, как? Она такая очень доверительная. Она располагает к себе. Доверие такое у нее. А что это за такой странный подарок на букву «Б»? Букет. Русская женщина с доброй душой, с добрым сердцем, со стержнем, с таким внутренним. Поклонников у актрисы не счесть. В нее влюблялись все. Партнеры, режиссеры и, конечно, зрители. Вот говорят, запах женщины. Вот от нее пахнет именно женщиной. Но нашла ли она того своего единственного, настоящего мужчину? Я не скажу, кто это. Один раз. И я вот поняла, что такое любовь. Вот это я поняла, что это такое любовь. Семья, любимые дочери и внук Филипп для нее всегда были на первом месте. Но однажды в их дом пришло большое несчастье. После такой серьезной аварии, когда бабушка заходила в комнату, мне ни в коем случае нельзя было это показывать. Впервые близкие актрисы расскажут о страшной трагедии, которая случилась с Филиппом. Как им удалось выстоять и пойти дальше. В профессии Галина Польских до сих пор на высоте. Снимается в самых громких проектах. Но что происходит в личной жизни актрисы? Жалеет ли она о своих неудачных браках? Почему больше так и не вышла замуж? Кто стал для нее опорой? Обо всем этом в нашем фильме. Без бабьих рук одному мужику в деревне худо. Фильм «Любить по-русски» вышел на экраны в трудное время. Середина 90-х. В стране кризис. Деньги режиссер Евгений Матвеев добывал, обивая пороги спонсоров. Но успех превзошел все ожидания. История о борьбе со злом отважных сельчан и их боевых подруг покорила зрителя. Сняли очень бедно. И это очень тронуло людей. Матвеев, он очень попал вовремя. Вот эта вот тема очень точно попала. Где мы защищаем свою землю. Не отдаем олигархам эту землю нашу, родную. В фильме снимались самые красивые актрисы нашего кино. Но только к одной из них у Матвеева было подчеркнуто особое отношение. На съемочной площадке оба работали душа в душу. Понимали друг друга с полуслова. У меня было ощущение, что у Евгения Семеновича Галина Александровна были больше, чем отношения режиссера и актрисы. Там по-человечески они очень как-то вот с уважением и с любовью к друг другу относились. То есть вот они как вот тандем шли. Конечно, Матвеева можно понять. Под удивительное женское обаяние Галины Польских часто попадали партнеры по киноплощадке. Например, Фрунзик Макарчан. С ним они сыграли разругавшихся супругов в фильме «Суета-сует». Бросаешь меня ради кого мне совершенно неизвестно. Здрасте, мы не чужие, ты меня еще в гости пригласи. К концу съемок знаменитый армянский актер собрался жениться. Я снимался с ней, когда она была еще вот молодая. Я просто знаю, что все мужчины вокруг были в нее влюблены. Вот пройдет 10 женщин, и мы тебя. И вдруг прошла одна, и ты повернул голову. Я называю это шейной болезнью. Вот почему ты именно за это и повернул голову? За Галина Александровна голова повернется и не хочет отворачиваться. Во ВГИКе по студентке польских сходили с ума даже преподаватели. Политэкономию она сдает, Марк Борисович Белокопытов. Он ее возьмет за руку. Он говорит, ну вот политэкономия, да брось это политэкономию. Он говорит, я педагог. Говорит, как живешь-то? Как с мужем дела обстоят? А сам ручку гладит такие вот так вот. Настолько она была притягательная, оборожительная. В этой талантке, этой талантом завернут в какую-то такую форму, изумительную. Мечтала ли Галя Польских в детстве сниматься в кино, как миллионы других девчонок? Она честно признается, что нет. Но вокруг все почему-то были уверены, что хорошенькая, бойкая и очень спортивная девочка пойдет в артистки. Она из тех актрис, на которые Бог показал пальцем и сказал, ты актриса. Она действительно актриса. Особенно таланты Галины Польских ценились в пионерском лагере. Я и пела, и танцевала, и акробатика, и какой-то отрывок из спектакля. И на третью смену мне давали бесплатно путевку. В лагерь меня просто звали. Это наша артистка. И вот это вот может тоже повлияло, что звали так. Она всегда пример для собственных дочек. То, как нужно держать себя в отличной физической форме. Фору даст и артисткам куда моложе. Я помню вот это самое главное, это ощущение такое, тебя как обволакивает. Именно вот доброты, теплоты, открытости. Совершенно нет никакого такого, знаете, барьера. В фильме «Бумеранг» Галина Польских играет вдову криминального авторитета и тещу владельца аптечного бизнеса. Бабушка, а девочка в могиле тоже в кресле сидит? Конечно, нет. Жанр современной криминальной комедии народная артистка России освоила в два счета. Чувство юмора у нее не отнять. Это, значит, моя мама. Она немножко жестковатая. Она все время, так как муж бизнесмен, все время его, как бы так, скажем, ну вот что ж ты там обещал БМВ подарить и где? А где этот БМВ? Я что-то не вижу. Такой сройней. У нее это очень замечательно получалось. Я на ней в аварию попал. Как? А вы хоть успели ее застраховать? Я даже не представляю, кто бы так справился вот с задачей, именно вот так тонкой, так четкой. У нее, конечно, есть чему поучиться молодежи. Галина Польских не сходит с экрана больше полувека. Ее первая и сразу звездная картина вышла в далеком 62-м. Мой бабушке самый любимый фильм – это «Дикая собака» Динга. Она просто больше всего про него говорит, вспоминает. Еще бы. Первая картина, как первая любовь. Таня в исполнении Польских стала идеалом для миллионов советских мальчишек. И нам никто не нужен. Никто. В нее просто все влюблялись, кто смотрел этот фильм. Когда этот парень сделал себе с загара, как бы, такую психотатуировку. Таня, да. По-моему, так было. Я много раз в детстве видел фильм «Дикая собака» Динга. И я очень хорошо ее помню. Но я не помню содержание фильма. Я помню ощущения от актрисы. И оно ни разу в моей жизни не изменилось. Очень мало таких артистов, которые каким-то образом играют так, что тебе кажется, что так и должно быть. Роль ей, конечно, досталась непростая. И дело даже не в возрасте. Дебютантке было уже 22. Она недавно родила дочку. А играть пришлось. 14-летнюю девчонку с ершистым характером. Но откуда в нежной, белокурой галочке польских эта боль, отчаяние и непрекаянность подростка? Конечно, родом из собственного детства. У нее судьба тоже непростая. Она воспитывалась бабушкой. Это тоже, наверное, сыграло некую свою роль. Это же багаж. Вот. И вот здесь он так реализовался. Художественно. Вот так удачно. Одни мы с тобой остались. Хочешь чайник поставлю? И поешь чего? У-у-у. Папа Галя погиб на фронте. Мама умерла от туберкулеза, когда ей было 7,5 лет. Как бывает в таких случаях, Галю собирались отдать в детский дом. После войны в стране их было немало. Тысячи детей остались сиротами. Но вдруг, каким-то чудом, девочку разыскала родная бабушка. Я так бабушке стучала. Била свою бабушку и жалела. И была ей благодарна за то, что она все-таки взяла меня на воспитание. А бабушка приехала издалека и оформила опилку. И пошла работать на Сретенку, вот в магазинчик. Вот поэтому мне ее очень было жалко. И жили мы бедненько. Ну что ж там, только с бабушкой. На что они жили? На бабушкину пенсию, что ли? Ну давайте-ка прикинем. Я точно не знаю. Но уж не шоковала уж никогда. Пустите. Не умеете. Бабушку в кино польских впервые сыграла в 38 лет. Сюжет фильма по семейным обстоятельствам знаком до боли каждому, кто жил в советские годы. Как разменять квартиру? В поисках подходящего варианта одна незамужняя, серьезная женщина, ее играет польских, наконец-то встречает свою позднюю любовь. И несносную свекровь в придачу. Галя мне совершенно не мешает. Не мешать это еще не значит помогать. Интересно, чем? Кистью держать? Ну кистью он еще в состоянии сам удержать. Она стержень всего этого кино. Просто стержень. Вот эти все персонажи, которые рядом, которые она там ходит, смотрит. Но все это нанизывается на ее индивидуальность. И она там, смотрите, она там не тоже домашняя, она там такая. Я, между прочим, тебя вырастила без бабушки. И ничего. Мама такая, достаточно суровая, достаточно строгая. Но чувствуется внутри вот все равно ее очень доброе, доброе сердце. Собственную семью Галина Польских создала рано, на втором курсе в ГИКО. Она вышла замуж за студента режиссерского факультета Файка Гасанова. Горячий кавказский парень, родом из Азербайджана, взял нежную блондинку напором. Не просто провожал до дома, а караулил в подъезде до утра. Я выхожу, я жила на девятом этаже. Выхожу, у нас такие большие окна, где лифт. Смотрю, между рамами лежит. Я испугалась, думаю, как это. Он меня ждет. Он меня ночует прямо рядом на этаже, можно сказать, чтобы вместе поехать в институт. Я думаю только о тебе. Всегда? Всегда. Казалось бы, красивое начало романа. Он подарил ей красное пальто, повез на море в Ялту. Море она тогда увидела впервые. Но счастье было недолгим. Брак потихоньку превратился в формальный. Файку пришлось довольствоваться скромным местом на Одесской киностудии. А Галина осталась в Москве, где буквально в одно мгновение стала кинозвездой. Он ревновал. А у него очень долго не было работы. Некоторые режиссеры не шли на плохие вещи, вот такие вот. А хотели что-то свое поставить, свободное, смелое в то время. И они от всего отказывались. Он страдал. А я снималась. Мало того, что я снималась, я очень много стала ездить. Я шагаю по Москве во Францию, на Каннский фестиваль. В общем, похоже на всех девушек 63-го года. Она бы вошла в историю только благодаря одной этой картине. Я шагаю по Москве. Не просто фильм, а целая эпоха. Символ 60-х. Я уже забыл, сколько раз его пересматривал. Даже не потому, что там бабушка играет, а в общем фильм. И персонажи этого фильма, они как раз отражают молодежь того времени. И мне всегда та эпоха была как бы интересна. Вы нам посоветуйте, что невесте купить, а? А то мы ничего не можем придумать. Квартиру. Квартира уже есть. Квартира есть. Ну тогда возьмите свадебный марш Мандельсон. Хотите послушать? Хотим, хотим. Я помню, поступил на первый курс, а вышел фильм «Я шагаю по Москве». Понимаете, вот от нее исходила такая женственность. Сразу кажется, что это твоя судьба, твоя половинка. Женщина, на которую ты мечтал бы жениться. Женщина, которая должна быть рядом с тобой. Надежда, опора. Женщина-мечта. Эту женщину-мечту рвали на части режиссеры. Сергей Герасимов специально для любимой ученицы, а о польских попала на его курс в Авгике после декретного отпуска, написал роль Шурочки в фильме «Журналист». Когда он с нами прощался, уже расставался, он нам всем пожелал, конечно, хорошего будущего, творчества хорошего, успешного. И сказал, но с двумя актерами я не расстаюсь. И сказал, что написал он сценарий, журналист, и у меня будут играть. Он меня Галюха называл почему-то. Галюха Кольский. И Сергей Никоненко. Конечно, это просто неожиданно было. Это такой подарок. Без тебя истомила мне душу тоской. Приходи. Она же родила и Радку, которая взяла с собой в экспедицию на съемке фильма «Журналист». Мы в городе Миасе, Южный Урал, снимали картину. И там и Радка с нами бегала. Она была наш ребенок общий. И тут, в самый разгар съемок, случилась трагедия. Погиб муж, Файк Гасанов. Славный парень был. Он был в Одессе. Там собирался снимать картину. В общем, он попал под трамвай, погиб. История гибелью папы, она у меня как-то запечатлелась, как в кино. Я помню, мы сидели с мамой, обедали в гостинице. Маму позвали. Мамы долго не было. Потом я выбежала из столовой и увидела, что маме плохо. Телефонная трубка валяется. Но Галина Польских нашла в себе силы и роль доиграла. Да как? Ее героиня, простая заводская работница Шура Акаемова, не просто красавица, от которой теряет голову московский журналист, но и девушка гордая, с внутренним достоинством. Она отказывает заезжему столичному ухажеру. Зачем мне все это, ты у меня спросил? Ну, счастье. Ну, счастье. Она была актрисой нашего поколения. Понимаете, появилась на экране вроде бы простушка, от которой нельзя было отвести глаз. И с таким сильным характером. И удивительно притягательным. Вот жених для тебя хороший. Так он же старый. Но ты же не варить его собираешься. Чего-то мне не хватает в современном кинематографе, в современных актрисах. Индивидуальности. А это сразу появился человек. И такой магнит, от которого невозможно оторваться. Но это в кино любовная история заканчивается, как правило, хэппи-эндом. В жизни-то все не так. Галина Польских осталась вдовой в 26 лет. Думала ли она о новых романах? Конечно, нет. Работала много, колесила по стране. А ну не трожь! Съемки фильма «Баллада о комиссаре» проходили в Крыму. Режиссером картины был Александр Сурин, сын директора Массфильма. Мало того, что парень с большими связями. Да еще и сам собой не дурен. Он тоже снимался в кино. И не без успеха. Красивый ты парень, Степа. Я ее снимал. На Галину Польских Сурин глаз положил сразу. Однажды после съемок вся группа собралась у него в номере. Мы жили в одной гостинице. Я там с семьей, Галя там же. И, значит, что-то там у режиссера произошло. Вот, я говорю, мне надо ждать, чтобы сопроводить Галину? Он говорит, нет, не надо, что-то все в порядке. Ну, не надо, не надо, пожалуйста, твое дело. Слушай, а ты женатый? Я когда была. Женихаться-то. Служебный роман актрисы и режиссера закончился скороспелым браком. Беременная Польских переехала в роскошную квартиру Суриных в центр Москвы. Но своей здесь не стало. Что, значит, я тебе не нужен вообще, да? В роддом Галю с новорожденной дочкой Сурин встречать не пришел. У него был уже другой роман с другой актрисой. Она очень надеялась на второй брак, на брак с Сурином, который тоже распался довольно быстро. Ну, вот судьба вернула ей все это с Торицей, я считаю, в лице младшей дочери. У меня совершенно детство было абсолютно без папы, к сожалению. Александр Сурин ушел из жизни в 2015-м, когда его родной дочери Маше было уже 48 лет. За все эти годы он так и не нашел времени хотя бы позвонить. Всякое бывает в жизни, но никогда не поздно исправить, и никогда не поздно пойти на компромиссы. Я очень быстро обхожаю, никогда как бы обиды не таю. Когда я выходила замуж, я его любила. И он меня любил, я точно это помню. Галина Польских второго мужа тоже давно простила. Зла не держит. Но и распространяться на эту не очень приятную тему не желает. Зачем? Все в прошлом. Это Бог ему судья, я так скажу. Бог ему судья. Это его личное дело. Я у него ничего не просила, я все сама. Дочек актриса поднимала сама, как и миллионы других советских женщин. Помогали растить детей даже сердобольные соседки. А иногда, вы знаете, вызывают на работу срочно. А куда? Во дворе сидят бабушки. Гали, иди спокойно, мы посидим, последим. И правда так было. Дочери и стали ее настоящей семьей. Мужчины, конечно, тоже присутствовали. Романы случались. Попадались и состоятельные ухажеры. Но замуж польских больше не вышло. Почему? Все из-за дочек. И Рада, и Маша были против. Мои дочки вот ревновали меня. И я это чувствовала. И все равно у меня дочки на первом месте. И можно сказать, вот так вот. Я не усроюсь в свою личную жизнь. Так что я считаю, я не имела права тревожить и беспокоить, и расстраивать своих девочек. У меня это было на первом месте. А меня муж бросил! Вот подлец! Он не подлец! Он дурак! Таких не бросают, а на руках носят! Я тоже, только, может быть, более... Я просто была постарше и не так это выражала активно, как Маша. Как я еще могла поддержки выражать, да. Потому что ряд подросток она не могла там расплакаться или что-то там. Переживания девочек не казались Галине Польских пустыми или надуманными. Рано потеряв маму, она не хотела доставлять им страданий. И все кавалеры исчезали с ее горизонта один за другим. Но об этой жертве она никогда не жалела. Каждой женщине, наверное, хочется какое-то плечо иметь. Такое сильное, которое бы за тебя заботилось, которое бы тебе зарплату приносило. Что-то покупала в дом, конечно. Но так сложилась жизнь. Жизнь ведь не как мы хотим. А жизнь, она как получается. В театре я видела, как одна баба мужика опутывала. Упала в обморок, притворилась. А он забегал, захлопотал, а баба лежит. Из-за боязни и ответственности перед своими детьми, в данном случае дочерьми, трудно найти личную жизнь. Связь какую-то с мужчиной, с каким-то своим кавалером. Наверное, наверное. Войти в серьезные отношения, скажем так. Вести ее в семью. Это я по собственному опыту знаю. Старшая Ирада связала свою судьбу с кино. Она, как и мама, выпускница в ГИКа. Но выбрала киноведческий факультет. Я очень часто ездила с мамой на съемки. Все время крутилась внутри съемочной площадки. Для меня это атмосфера детства совершенно естественная и нормальная. Я как-то так естественно в нее влилась. Достаточно много работала с дочкой. Она работала кастинг-директором. Или тогда еще не было кастинг-директором. Она была ассистентом. Очень тоже живой, такой энергичный человек. Маша закончила университет дружбы народов. Вышла замуж за гражданина Ливана. Родила сына Филиппа. Детство мальчик провел в Бейруте. А высшее образование получил в Лондоне. А тут мы почти всей семьей. Вот я мама-бабушка. Если посмотрите на фото, меня больше всего поражает, насколько мама похожа на бабушку в молодости. Галина Польских и ее взрослые дочери и сегодня очень близки. Часто собираются вместе. Все обожают готовить. Я люблю макароны. Очень люблю. С сыром люблю макароны. Спагетти. Но стараюсь есть очень редко. Прошу к столу. Как ни странно, креветки люблю. Вдруг. Суши. Да я все люблю. У меня нет такого, что прям что-то любим. Вот захотел там. Мы часто с дочками ходим в кафешке посидеть. Любим. У нее есть какое-то семейное подспорье, скажем так, на старости лет. Ну, а то, что не сложилось с мужьями, с мужчинами, так сказать, до конца, скажем так, такого плеча крепкого. Ну, господи, ну, это судьба разная бывает. У актеров это часто случается, к сожалению. Зато в кино актриса сыграла десятки счастливых замужних женщин. Мягкая, нежная, светловолосая, Галина Польских стала идеалом матери и жены. В фильме «Отцы и деды» ей приходится справляться сразу с тремя мужиками. Мужем, свекром и сыном. Да какая женщина выдержит это? Одна и трое мужиков. Она и всем своим обликом, она как бы воплощение вот такого хорошего, такого российского материнства. Вот это вот, такой фундамент этой семьи, которая вот держит все это дело на фоне того, что там происходит. Нужно быть идиоткой, доверить серьезное дело мужчине. Ты идеальная русская женщина. И теплая, и знающая, что надо для жизни, как помочь мужчине, как быть его соратником, сподвижником. И что значит быть семьей. Она играет там мам, теща, жен. И при этом она везде разная. То есть казалось бы, вроде как там, ну и жена, и теща. Везде вот она находит вот эту краску. Это вот то, чему, конечно, хочется учиться, хочется пересматривать. Режиссеры видели польских исключительно в положительных образах. Пожалуй, единственный раз она сыграла яркую и отрицательную роль в фильме «Ночное происшествие». Режиссер Вениамин Дорман не побоялся разрушить привычное амплуа актрисы и пригласил ее на роль преступницы, укравшей огромную сумму денег. Он говорит, я специально беру тебя на эту роль, потому что ты у зрителя очень положительное лицо. Очень. И зритель очень долго не будет думать, что это ты сделала. А мне это важно на картине. Я говорю, ну ладно. А отзывы были жуткие. Почему политик согласился на такую роль? Все выведал начальничек. Все вынюхал. Только доказательств у тебя нет. Вот профессия. Пожалуйста, смотрите. Она там мягкая, добрая. Ей не можешь не верить. И вдруг в вагоне там просыпаются, там вылезают такие шипы. Такая, в общем, жуткая личность, которая сразу жесткая, сразу неприятная. И ей веришь. Она может играть отрицательные роли, меня не удивляет совсем. Никак. Она так много сыграла положительных персонажей, что ей несложно перейти на ту сторону силы. А вот убедительно играть хороших – это сложно. И, на мой взгляд, это признак профессионализма и одаренности. Здравствуй, мама. Здравствуй, мой дорогой. С Сергеем Жигуновым Галина Польских встретилась на съемках комедийного сериала «Моя прекрасная няня». Ей досталась роль мамы и продюсера Максима Шаталина. Когда сказали, что это твоя мама, я сказал, ух, да, это моя мама. Максим, ты стал вылитый отец. И те же глаза, и та же улыбка. Только не хватает голой секретарши в его постели. Галина Александровна очень похожа на мою маму внешне и, мне кажется, внутренне. Ты из Шаталинах, мой дорогой. А эта женщина не нашего круга. Всегда вот эта команда мотор, мы все как-то так напрягаемся и берем воздух. И начинаем играть после этого. А у нее ничего подобного не было, никакого перехода. Конечно, можно было все исправить. Пружинка! Ну, вот теперь. Какая-то легкость, плавность, удивительная органика. Когда вы перестанете хулиганить? Ну? Кто вчера в туалете кафель отколупывал? Я не отколупывал. Ведь это еще у нее потрясающее чувство жанра. Смотрите, она может играть и в комедии, и в трагедии. Она многое может. Это опять признак большого актера, большой актрисы. Кино так и осталось главной страстью актрисы. Мало кто знает, что однажды у Галины Польских была возможность войти в труппу знаменитого МХАТа. Оказалось, Олег Ефремов был большим поклонником ее таланта. У меня даже Олег Николаевич приглашал Ефремов. Но вот такие условия, он сразу сказал, что два года ты не снимаешься. Вообще живешь без зарплаты. Ты только репетируешь, репетируешь. Потом мы там уже выпускаем спектакль. Я сказала, нет, конечно, я не смогу, потому что у меня дети, их надо кормить. И на этом мы так как-то остановились. Автомобили, самолеты, поезда. Актриса Польских всегда в пути. С одной съемочной площадки на другую. Дети давно выросли и сами себя кормят. А она все работает и работает. И дело здесь не только в деньгах. Просто она без любимой профессии жить не может. Она любит это дело и видно то, что там проходит, если, знаете, иногда бывает такой период, когда нет работы. И прям, ну, видно то, что хочется. Прям хочется обратно на площадку. Вспомнила. У нас как-то был дефицит с хрусталем. И к нам завезли плюс. Актер без работы – это такое, не дай бог, я так скажу, потому что, сколько таких случаев нехороших, когда актер теряет профессию, не работает, всякие последствия могут быть нехорошие. Поэтому лучше работать. Все трудности съемочного процесса, многочасовые ожидания, холод и даже ночные съемки актриса Польских переносит стоически. Жаловаться она и сама не любит, и другим не дает. И вот как он скажет, так и будет. Однажды на съемках картины «Русская» назрел конфликт. Съемки сильно затягивались, и один уважаемый артист занервничал. А Валерий Баринов приехал с ночных съемок какого-то сериала, был уставший, значит, хотел спать. «Да я уже не могу ждать, я уже сейчас, я должен ехать, я должен уезжать». И тогда Галина Александровна встала, отвела его в сторону. О чем-то они поговорили. Вот, вернулась, и он послушно дождался, пока пришла его очередь войти в кадр. Правда, что именно, она тогда ему сказала, Валерий Баринов забыл. Я снимался с ней, ну, в общем, в трех проектах. Замечательные были съемки. Каждый день встречаться, работать с ней. Она удивительный партнер, мягкий, точный. Знаете, легко говорить, комплименты и восхищение, когда не надо ничего придумывать. А тут действительно ничего не надо придумывать. Вот ее появление на экране или в жизни, она всегда вызывает какую-то внутреннюю улыбку и тепло. С одной дачи по 10 килограмм картошки прешь. И что? Теперь сверху положи еще войну и мир. Она не только мягкая и теплая актриса, но и бесстрашная. В фильме «Я остаюсь» у режиссера Карена Аганесяна, польских не побоялась сыграть женщину, которая фактически оказалась на том свете. А точнее, между жизнью и смертью, на некоем горном перевале. Казалось бы, небольшой эпизод. А вся бесхитростная судьба ее героини, Светланы Юрьевны, как на ладони. А когда мне было читать-то? Сначала дочку вырастила, теперь внука ращу. Всю жизнь с сумками протаскалась. Кроме всего прочего, кроме могучего таланта, она еще очень сильно чувствует личность. Личность. Это именно личность. И это с личностями работать всегда. Не знаю, даже не могу подобрать слово «приятное», не хорошее слово какое-то. С личностями всегда работать за честь. Судьба проверила ее на прочность еще один раз, в августе 2011-го. Внук актрисы Филипп попал в тяжелейшую аварию. Разбился на мотоцикле. Дай ему силы. Прошу тебя. Помоги ему. Прошу тебя, Господи. Врачи были вынуждены ампутировать парню ногу. Все эти годы актриса и ее семья избегали разговоров о трагедии, которую им пришлось пережить. Впервые Филипп сам расскажет о том, что произошло. После такой серьезной аварии, такой серьезной травмы, конечно, физическая боль. Но когда бабушка заходила в комнату, ни в коем случае нельзя было это показывать. Я сразу же начинал с каких-то шуточек, что-то там. Я помню, в айпаде мы что-то смотрели, какие-то видеоролики смеялись вместе. То есть я не показывал себя слабым в тот момент. Этого спортивного, энергичного парня язык не повернется назвать инвалидом. Он герой, который нашел новый смысл в жизни. У Филиппа небольшая компания по производству протезов для людей, которые не теряют надежду заниматься экстремальными видами спорта. Все началось на самом деле просто. Сам на компьютере нарисовал, какие-то расчеты сделал. Сделал первый прототип, попробовал, поехал на горку, перекрутил что-то, поправил. И так получилось, что я попал сначала в сноубордическую школу и через них попал на чемпионат России. И там я занял пятистальные места, первое место и второе место. И я понял то, что на самом деле мне дает такое преимущество еще и протез, который я сделал. И это заинтересовало многих про спортсменов. Он и сегодня не просто катается на сноуборде, а участвует в международных соревнованиях, готовится к паралимпийским играм. Стоит ли говорить, кто больше всех болеет за парня, когда он лихо летит по склону? С бабушкой у них очень близкие отношения. Мне иногда немножечко бывает обидно, как маме, что какими-то моментами в своей личной жизни у Филиппа он делится больше с бабушкой. У них очень хороший контакт. В Москве холодно, зима, но с бабушкой всегда тепло. Я влюблена только в своего внука. Это у меня он. Я очень люблю свой дом. Я очень люблю свою семью. Я очень люблю своих дочерей, хоть они уже взрослые. Их очень люблю. И, конечно, больше всего внука. Хороший вопрос. В чем бабушка пример? Да тут сложно выбрать какой-то один аспект, потому что, наверное, во всем. Я тоже не ищу легких путей. Наверное, это тоже от бабушки. Как она проявляет любовь, милосердие, добродушие. Вот. И я, наверное, в жизни всегда пытаюсь этому примеру следовать. Галина Польских даже увлечения Филиппа разделяет. Однажды рискнула прокатиться с ним на мотоцикле. Вот. А тут даже на фото видно, как бабушка нервничает, нервничает. А на мотоцикле мы проехали всего, там, наверное, километр от силы. Вот. Орала, кричала. Не надо все остановить. Вот. Но потом все-таки сказала. Понравилось. Да и как не понравится? Она все та же. Смелая, отважная девчонка, которая не боится жизненных испытаний. И даже красота ее не померкла со временем. Ну, просто можно посмотреть, как выглядит Галина. Я просто говорю, когда в последний раз все видел, я ей сказал, Галочка, так, держать. Молодец. Умница. Выглядишь вот так. Все-таки помню. Дело в том, что... Вот у меня ощущения от нее не как от бабушки. Вот никакого нет. Вот стоит перед глазами эта собака Динго, и все. Ты все еще любишь его. Мам, уедем. Куда-нибудь все равно. В другой город. Уедем. Вот она совсем не в возрасте. Такое очарование какое-то женское и человеческое. Ее фильмы до сих пор любят, смотрят и в ее героинь все еще влюбляются. Галина Польских доказала не только в кино, но и в жизни, что нежность может быть с остальным характером, а жертва, во имя любимой семьи, никогда не бывает напрасной. Пока. Спасибо огромное, я пошла. Счастливенько, счастливенько. Пока. Счастливенько, счастливенько. Субтитры подогнали Симон.